Народ, всем привет! Это самый дорогой макбук в мире. Стоит миллион рублей. Так бы я сказал, если бы я обманывал свою аудиторию. Но на самом деле 840 тысяч рублей. Звучит не так эпично, но спасибо BigGeek за то, что помог нам добыть его, видите, по дешевке. Я зашел в конфигуратор на сайте apple.com и потыкал все галочки. Здесь есть все вообще. 8 терабайт ssd, 128 гигабайт памяти, конечно же самый жирный процессор m4 max и нано стекло. Вот на него посмотреть интересно, потому что такой конфигурации долгое время в макбуках не было. И, конечно же, в этом моменте дайте мне насладиться. Ой, это что, второй год подряд apple выпускает коробку с той же самой обойной? А когда Валя показал первый макбука в мире на процессоре m4, мы писали в комментариях, что не может такого быть. Ну что, стыдно вам теперь? Нет, конечно. Потому что я не видел комментаторов, которым стыдно. Но, тем не менее, как мы с вами уже видели давным-давно, вот так выглядит макбук на процессоре m4. Да, apple настолько обленилась, что они даже не решили, что им не надо обновлять обойны. Это очень странно. Ну, а давайте взглянем на мою конфигурацию. Благо, он настолько кастомный, что здесь даже на коробке конфигурации не указано. Серьезно, я такого не видел никогда. Обычно же стикеры есть. Смотри, нету конфигурации. Что это за макбук вообще неизвестно. Но тем интереснее. Вдруг нас обманули. И здесь не самая жирная версия. Так что заваривать, что-нибудь вкусненького поесть, попить. Ненависть ко мне, вот эта вот зависть, вот эта вот, конечно же, вот эта вот, да какой камень, она вырабатывает желудочный сок. Поэтому я делаю все для того, чтобы у вас пищеварительный тракт работал как положено. За это можете сразу ставить лайк. Поехали. А я все чаще замечаю, что на самом деле самые жирные макбуки, это все баловство. Вот это макбук Air на 14 дюймов в новом дизайне на процессоре m2, по-моему. И вы знаете, его более чем достаточно для всех задач. Поэтому процент людей, которым реально нужен очень мощный макбук, он прям вот небольшой. Потому что, как мы с вами недавно выяснили, если вам нужен мощный компьютер, вы можете взять какой-нибудь Mac Mini. Я, конечно, его ругал, но по факту железка-то прикольная. С активным охлаждением, много чего может и вполне себе с тяжелыми задачами справляется. А для жизни, вот если говорить про макбук, как будто вот это все. Но вы знаете, я перешел из того периода, когда мне нужен был десктоп. Сегодня мне десктоп не нужен вообще. Потому что я открываю компьютер и на экране делаю все задачи. От монтажа до чего угодно. К нам тут недавно забегал Максим из канала Розетки. И мы как раз обсуждали, что они тоже все свои рабочие процессы реализуют исключительно на макбуках. Да, можно подключить один монитор, второй монитор, сколько угодно внешних мониторов. Ну, не больше четырех. И тогда у вас нормальное рабочее место, полноценное, монтажное и так далее. Но все реально можно делать на макбуке, потому что нет-нет, взял с собой и продолжил где-нибудь вкреслице по кайфу. Поэтому мне кажется, что макбук это такой, знаете, девайс, который нужно выбрать вот один раз для себя. И дальше будете кайфовать бесконечно. Что я и сделал. Потому что каждый год я покупаю новые макбуки. И прямо сейчас у меня, что правильно, макбук на M3 Max. В черном цвете. И это отвратительно. Но в том поколении черный цвет был новым, классным. И нужно было его, конечно же, брать. И никогда, я вас умоляю, никогда не покупайте макбуки в черном цвете. Почему? Потому что ты делаешь буквально вот так вот. И он просто грязный через... Чего ты не грязнишься, когда вот надо, когда не надо, весь заплеванный какой-то. В общем, эта штука, она грязная практически всегда. Не знаю, как вам, а мне физически неприятно, когда компьютер грязный. Когда он, знаете, заплеванный, когда тут все оплеванное какое-то. Я обычно его протираю, чтобы было хорошо. И вот черный макбук это больно. И Space Gray макбук это больно. Поэтому, если вы обратили внимание, в этом поколении исключительно Silver. Потому что это хорошо. Ну а так, к этому компьютеру у меня никаких претензий нет. За исключением того, что я, не знаю, каким хреном я взял опять 8 терабайт SSD. Это не надо. Я с этого компьютера не удалял ничего. Знаете, сколько за год я сожрал памяти? Сейчас покажу. 3,7 терабайта. 3,7. Из них 3,7 терабайта можно удалить. Нахрен и ничего не потерять. То есть, 4 терабайта это более чем достаточно. Ну и 128 гигабайт памяти. Тоже как будто было 100. Поэтому, конечно же, это компьютер с оверспецификациями. Мне не нужно. Я не требовательный настолько, чтобы это было актуально. Но, тем не менее, а что бы и нет. Потому что макбук это, ну, это инструмент, с которым я живу каждый день. Я работаю с ним больше, чем даже с айфоном и со всем остальным. Здесь вся моя жизнь. Сегодня я могу айфон вывести на макбук. И тогда тут еще и айфон. Поэтому, конечно же, эта штука, это ван лав. Поэтому, как бы это странно не звучало, именно обновление макбука каждый год вызывает у меня еще больше восторг и трепет и предвкушение, чем обновление айфона. Хотя, казалось бы. Мы, кстати, недавно распаковали Samsung Ultrabook. Посмотрите этот видос. И здесь 40-70 карта. Здесь Ultra 9 процессор. Он весит 1,85 килограмма. Это хорошая машина. Так что, на самом деле, сегодня нужно ли покупать макбук, если вы хотите классный компьютер, вопрос еще более открытый, чем когда-либо. Потому что сегодня производители, даже такие, как Samsung, реально выпускают классное железо. Но, понимаете, Windows, это ***. Ну, то есть, это так плохо, что каждый раз, когда я вот ныряю в Windows, ты такой, господи, это очень плохо. Это так ужасно. Это просто невозможно. Поэтому, конечно, только макбук. Но это тоже хороший компьютер. Как железо. Система ***. Возникает вопрос, а где взять деньги-то вообще на все вот эти радости? Как вот покупать эти компьютеры? Ребята, так огромное количество всевозможных классных инструментов вокруг вас, вы просто на них не обращаете внимания. Поэтому я вам прямо сейчас расскажу, как делать правильно. Минутка полезной информации. В приложении МТС Инвестиции появился новый инструмент, называется Smart Profit. Инвестируя через него, вы можете зарабатывать деньги каждый день. Работает это так. Вы вносите любую сумму от 1 000 рублей, включаете автопродление, и Smart Profit начинает приносить вам ежедневный доход. Это быстро. Smart Profit открывается буквально за несколько секунд. Я только что попробовал, приложение есть в App Store, действительно регистрируешься, нажимаешь кнопочки, и все происходит как положено. А чтобы легче было входить в мир пассивного заработка, в МТС Инвестиции прямо сейчас проходит акция. Получите 100 000 рублей на первые инвестиции. А весь доход с этих вложений уже через неделю сможете забрать себе. То есть буквально можно начать инвестировать с нуля. Переходите на сайт МТС Инвестиции прямо сейчас по ссылке в описании и пробуйте Smart Profit. Это отличная возможность начать вкладывать рационально. Ну понеслась. Как же это хорошо, как же это приятно. И обратите внимание, страшных денег он стоит не только в рублях. 840 тысяч звучит пугающе, но на самом деле и в долларах он стоит тоже ничего себе. То есть это просто очень дорогой компьютер во всех смыслах. Поэтому мы берем и понимаем, что он абсолютно такого же дизайна. И в этом как бы нет никакого прикола. Да, 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 согласен. Но поскольку здесь наностекло, я ожидаю, как и в случае с нано-покрытием на XDR дисплее, нано-покрытием на iPad Pro теперь. Я хочу увидеть специальную нано-салфетку. Да, вот она. Вот она моя нано-салфетка. Такая есть только у меня и у Тима Кука. Видите, она отличается от той самой тряпочки, которую вы можете купить за деньги. Это лимитированная супер-пупер-мега-тряпка для протирки нано-стекла. Тут даже есть соответствующая инструкция, которая говорит, что обычной тряпкой не надо. И всякие вот эти жидкости-пшикалки тоже использовать не надо. Потому что иначе все поломаете, будет плохо. Значит, нано-стекло в чем прикол, я вам расскажу чуть позже. А пока у нас с вами в комплекте идет этот самый замечательный, как же я его люблю. Он же нарядный, на 140 ватт, если я ничего не путаю, да? Да, 140 ватт и USB-C адаптер. Это очень-очень хорошо. И жалко только то, что здесь один USB-C. Можно было на самом деле и второй подкинуть, и какой-нибудь заряжать себе iPhone и так далее. Но прикол MacBook'а в том, что вы можете от его портов заряжать свою технику и делать это достаточно шустро. Вилка, как вы понимаете, арабская, но ее можно поменять. Поэтому это не проблема. И провод у нас белый, потому что к сильверу идет белый USB-C Mac Safe. Соответственно, в моем черном, правильно, черный. Вот так он, если что, выглядит. На самом деле стильный плетеный черный провод. Белый тоже хорошо, но без каких-либо изысков. А значит, чуть-чуть макулатуры, и, как мы уже с вами помним, никаких тебе не тех самых стикеров, никаких радостей, ничего. Грустно, но уже как бы даже бомбить по этому поводу надоело. Ну, вы готовы? Ну, насколько он наряднее смотрится, чем эта ваша черная мразь? Я, конечно, ничего не имею против черных MacBook'ов. Но это смотрится намного приятнее. Это как будто... Вот, знаешь, как будто бы... Он всегда же был серебряный. Если вдруг забыли, вообще исторический цвет MacBook'а, он серебряный. А были еще вот эти пластиковые белые, там, черненькие. Но вот MacBook Pro — это серебро. Потом стали баловаться с цветами. Так вот, знаете, с чего начали, к тому и вернулись. Поиграли во все вот эти вот Space Gray и Black и прочее. И оказалось, что вот оно, видишь? Потому что вот он, в отличие от всего, не ляпается. Жалко, что с определенного времени мы потеряли светящееся яблочко. Я тут видел чувака с очень старым MacBook Air, у которого светилось яблоко. Так я так слюнями капал, я такой, блин, вот утраченные технологии дедов. Вот где было величие. Почему Apple сейчас это не может реализовать просто диодами? Раньше это была обратная подсветка, собственно, экрана. Это вопрос. Потому что это было охренительно круто. Тогда все просто с ума сходили, светящееся яблоко на MacBook'е. Как же это величественно! Сейчас это не тот уровень. Но я хочу, чтобы вы увидели экран даже раньше меня. Давайте попробуем. Ну и опять же, обратите внимание. Ты открыл крышку, и что происходит? Он тебе говорит, hello! Он матовый вообще? А, он матовый. Слушай, ну так и не скажешь, что он матовый, да? А знаешь, как скажешь? Вот он, смотри какой, а! Смотри какой! Какой и рамочка матовая, а! Какая соска вообще! Уф! Да! Вы скажете, а как смотреть кино? Он же нихрена не контрастный. Во-первых, контрастный, поверьте мне. Во-вторых, ну сейчас все это настроим. И, конечно же, сравним с моим предыдущим. Ну и, конечно же, протестируем процессор M4 Max. В общем, дайте мне две минуты, я сейчас все настрою. И полетим в счастье! Что я заметил? Смотрите, тряпочка практически в трекпад ложится. Ну, чуть-чуть не хватает. А вот эта известная педантичность Apple, когда все совсем матчится, это замечательно. Ну и вот они, характеристики. Если вы вдруг мне не верили, я проверил. Действительно, это самый жирный MacBook в мире. 8 терабайт SSD, 128 гигабайт памяти, M4 Max, ба-ба-ба. И, знаете, в этом моменте я хочу вам сказать, что на самом деле, если бы не моя блогерская сущность, я бы, конечно, не пережал каждый год, потому что, а, это не рационально, и б, это еще и геморройно. Потому что, в отличие от iPhone, где ты через iCloud все переносишь, здесь так не получается. Всякие лицензии, ключи, вот это все страдания. Сейчас что-нибудь где-нибудь отвалится, потом бегать, потом окажется, что там лицензия закончилась, она была на два компьютера. Тут убери, там включи. Этот Adobe бесконечно что-то хочет и так далее, и так далее. То есть, я не шучу и не иронизирую, на самом деле, реально, геморрой переезжать и так далее. Но, это тот редкий случай, когда я действительно кайфую, потому что экран, я уже потыркал, я в восторге, ребята. Контраста навалили как положено, значит, он достаточно контрастный. Но вот то, что он не бликует, а когда бликует не так сильно, это восторг. Потому что я отодвигаю его в сторону, если вы думаете, что такого. И показываю, как выглядит мой старый MacBook в таком же сетапе. Вот характеристики моего прошлого компьютера, чтобы вы не говорили, что я тут что-то придумываю. Все то же самое, только процессор M3 Max. Но экран. Ну вот, 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 вот так вот. Ну все, все, продано. Продано? Какие вообще разговоры? Плюс он не так вот мацается руками. Все. И даже не важно, насколько он быстрее. И я напомню, что на этом компьютере я запускал кибер, мать его, панк через два костыля, через розету, через виски и прочие вайны и прочую фигню. Тем не менее, вы можете поставить сюда стим и даже играть. Если вы хотите играть в новые игры из сталкера, вы можете делать это на процессор M3 Max. Даже в топ графике он выдавал что-то порядка там приемлемых 50 FPS. Это на двух костылях на секундочку. Поэтому здесь, я уверен, мы можем еще больше. Но я ни разу не запускал больше киберпанк после того теста, поэтому не буду этим даже заниматься. А вот Geekbench меня интересует. Но не буду томить вас интригой. 3 тысячи, 3 975, 20 с чем-то, 25 с чем-то, 33 и 23 процента. Соответственно, в сингл-кор и мульти-кор новый M4 Max выигрывает у старого M3 Max. То есть, грубо говоря, на треть он быстрее. Это, конечно, охренеть как много. Но меня в большей степени, конечно, разрывает экран. Если смотреть на него под прямым углом, как я сейчас, то мне охренительно одинаково. То есть, здесь вы видите блик. Мы специально так поставили компьютер, чтобы вы ощущали, насколько он более бликующий, чем наностекло. Но прикол в том, что вы не теряете много контрастности. То есть, нет ощущения, что он прям весь какой-то вот этот матовый. И прикол в том, что в отличие от iPad, который вы все время крутите в руках с этим наностеклом, здесь вы можете отрегулировать угол наклона экрана и крышки так, чтобы вам было всегда хорошо. И дальше вы получаете все плюсы офигенного экрана MacBook Pro. И при этом у вас нет минусов его глянца, обликующего покрытия. Поэтому я считаю, что самый большой апгрейд в этом поколении нахрен вообще на процессор. Это, конечно же, вот этот офигенный, совершенно фантастический нано-блин-экран. Этот, кстати, кажется желтее, потому что здесь включен True Tone. И вообще у нас есть отдельный ролик, что нужно сделать с MacBook, чтобы было хорошо. Спойлер, включаешь русскую ПК-клавиатуру. Конечно же, нормальный скроллинг, чтобы у тебя он двигался вот так, а не как принято на iPhone. И многие другие лайфхаки, как жить с MacBook хорошо. Найдите этот ролик на нашем канале с кайфом. А я хочу еще раз сказать, насколько все-таки черный мне не нравится. Я весь год страдал. Ладно, звучит как-то двусмысленно. Короче, вот этот Space Black, фу, он просто марки, он просто вечно грязный. Вот это стиль. И да, я не делаю никакую гравировку, потому что печатаю слепую. Какой классный компьютер, насколько он лучше смотрится в сильвер-цвете. Охренеть. В общем, мы с вами увидели, что да, прогресс есть. И действительно, процессорами M4 Apple как будто обнулила все, что было до. Потому что слишком большой буст. И даже процессор там M4 Pro вот так накидывает M3 Max, что меня лично огорчает. А в следующем году ожидаются M4 Ultra для студии и, может быть, обновленного Mac Pro. В общем, поживем-увидим. Но, конечно, Apple взяла какой-то бешеный темп. И обновление процессоров, ну, фантастическое. Да, Intel со своими вот этими какими-то там, подождите, сейчас новый Core Ultra. Ну, несерьезно. Здесь прям чувствуется, как будто бы даже с переизбытком для таких систем. Не знаю, может быть, я что-то путаю. Но хочется уже нового дизайна. На самом деле, я понял, что все здорово, но хочется каких-то плюшек, каких-то больше интересных решений. Потому что, да, это утилитарная машина, да, все окей. Но если уж и менять компьютер, то действительно на что-то такое уже значимое с обновленным шасси. Будь то OLED-экран, как в iPad Pro. Опять же, у меня немножко подгорает задница. Почему в iPad Pro есть тандем OLED? А в MacBook нет. Там кто-то говорил, что это кулет-экраны. Вообще плевать. Это хорошо откалиброванные, не самые лучшие, но хорошие экраны. И этого достаточно. Но качественный новый скачок по экранам, по дизайну, будь то по толщине или еще по каким-то аспектам, наверное, заставит адекватного нормального человека обновиться на следующее решение. Пока скипуйте нафиг. Вы купили в свое время какой-нибудь M2 MacBook, живите в счастье. Здесь все-таки, ну, оно того не стоит. Визуально все одно и то же. Все плюс-минус так же. Поэтому вообще забейте. Ну, а я с наностеклом буду кайфовать, сидя напротив окна, летним вечером, попивая виски с колой, добрый. Пока.